Олимпийские игры, которые были запланированы, кстати говоря, впервые на храм святого сердца. Барселона, вид с горы Монжуи. Вот здесь открыт, да, Андрей? Вон, между прочим, стоит эта колонна. Колонна, это мой... Христофор. Христофор колонны. Да, благо. Христофор колонны. Христофор колонны. Христофор колонны. Рады видим конфедральный собор. Величественное здание, очень импонентное, впечатляет на самом деле. Дело в том, что очень сильно чернеет, очень близко к морю находится. И это здание постоянно очень сильно чернеет. Где-то это даже помогает готическому вот такому облику. Потому что готика стиль достаточно темный, такой немножко суровый. И постоянно идут очищения и реставрации вот этого здания. Эта улица нас везет на площадь Каталонии. Площадь Каталонии практически на сегодняшний день коммерческий центр. Все магазины, все коммерческие центры, все рестораны и так далее тоже находятся. Это самая туристическая зона Барселоны. И даже географический центр тоже самая центральная точка. И общин, которые не считают себя испанцами. И они очень дерзко стояли против Франко. То есть все остальные, никто не хотел диктатуры. Никто не хотел конечно этого режима в составе Испании. Но что касается Каталонии, они именно сопротивляли. И всем остальным было на самом деле все равно идеология Франко. Так как они так и так себя считают испанцами. А идеология Франко заключалась в том, что вся Испания это единый народ. Это единый язык, единая культура, единая история. Ни слова нельзя было говорить ни на каком другом языке. И на остальную Испанию это не влияло. Они так сильно не сопротивлялись. А Барселона сопротивлялась, потому что это была одна из малых республиканских областей Испании. И именно они устроили войну. То есть именно республиканцы начали вот такую жестокую войну. И Барселона вся горела. Она вся горела. И поэтому вот так немножко потемнела, почернела. Как-то ее конечно привели в порядок. И на самом деле ее очень сильно поддерживают. Денег не щадят на ее улучшение и благоустройство ни в коем случае. Но как-никак где-то уже догадаться об ее истории. Можно уже где-то понять, что она прожила и какие периоды. И даже если немножечко пофантазировать, можно себя почувствовать. В этих годах, в конце 19-го, начале 20-го века. Представить все это без вот теперешних современных машин, а в том стиле. Потому что она именно передает тот дух, ту историю. И вот эти здания тоже, они характерны для района Ишамплу. Обратите внимание, опять нет углов. Видите, у зданий нет углов. И образуются вот эти площадочки, так называемые мансанас. В Барселоне разговаривают на другом языке. Разговаривают на каталонском. Приблизительно 3,5 миллиона жителей, считая, населения городков, которые окружают Барселону. Почему? Потому что все, что мы сегодня считаем отдельного города. Дело в том, что настолько стал город большим, что эти районы уже стали настолько большими, у них появилось такое большое высокое население, что они отделились, появилось отдельное управление и так далее. Но население числится как барселонское. И вот если снять все эти города, приблизительно 3 миллиона. Но считается 3,5 уже со всеми иммигрантами и так далее. Хотя это все статистики, это все официальные даты. На самом деле население больше. Потому что далеко не все иммигранты зарегистрированы и записаны. И нигде они не числятся. Поэтому всегда, когда мы говорим о населении какого-либо города, потом надо считать еще на полмиллиона хотя бы больше. Потому что иммиграция очень сильная. Посмотрите, пожалуйста, направо. Это дом, это бывший дом семейства Пуччи и Калафальк. Пуччи и Калафальк это архитектор. Архитектор, который построил здание, которое находится рядом с домом Бакьё. Это здание Леон и Аметлер. Они не такие славные, потому что все, что стоит рядом с произведением Гаузи, уже теряет где-то свое значение. Хотя Пуччи и Калафальк был тоже очень-очень знатным архитектором. Он сам уже исходил из очень богатой семьи. Уже семейство было очень знатное. Плюс еще он как профессионал тоже был очень признан. И вот это был Ирд Варед. Это типичный представитель буржуазского дворца. Мы сейчас с вами вновь выехали на улицу Диагональ, через которую уже выезжаем окончательно из Барселоны. Еще в Барселоне кое-как можно не почувствовать вот такого сильного каталонского духа, который сейчас все больше растет и растет в этой области. Потому что в Барселоне невероятное количество иностранцев. Здесь живут абсолютно все нации. И люди привыкшие говорить о испанском. Потому что испанский намного легче по своей структуре, по грамматике и во всем остальном. Он намного легче. Иностранцы, когда приезжают сюда, если они здесь живут, то в первую очередь они учат испанский. Им он намного легче достается. Поэтому сначала все учат испанский. И с иностранцами уже привычка разговаривать на испанском языке. Так вот, здесь в Барселоне еще таких проблем не часто можно встретить, чтобы заговорить на испанском. И только лишь ответили на каталонском. И сказали бы, что мы не испанцы, нам не обязательно говорить на испанском. Хотя в остальных провинциях Каталонии, более северных, более закрытых, где не такая большая иностранная община, где живут одни каталанцы, это очень часто сейчас встречается. Здесь нет, здесь очень открытые люди. Ведь это очень открытые, очень свободно живут. И именно поэтому всем здесь намного уютнее. И уже я не говорю о том, что выбор работы здесь достаточно большой. И можно устроиться на работу. Но, естественно, об уровне работе я не говорю, потому что у каждого профессионала своя профессия, у каждого человека свои возможности. Но работу здесь можно найти легче, чем во всех остальных других провинциях Каталонии. Я когда говорю о провинциях и областях, это может звучать немножко странно. Но это структура Испании. То есть Испания делится сначала на 17 автономных областей. И каждая область делится на некоторые провинции. Но именно поэтому они называются автономными областями. То есть они все принадлежат Испании. Они все являются единой страной. В конечном итоге все подчиняются одному и тому же президенту. То есть одной и той же власти. Но они автономные. То есть у каждой области свои выборы. Они из семи столетий арабы владели Испанией. И думали, что, наверное, это какая-то арабская община, которая осталась там и остался древний язык. Но уже ученые доказали, что нет, что это не так. То, что не принадлежит латинской семье, это уже давным-давно доказано, германской семье тоже не принадлежит. Сейчас уже стали появляться версии того, что это очень возможно кавказский язык. Что босконцы пришли в Испанию с Кавказа и сохранился какой-то очень древний кавказский язык вот в этой автономной области. Поэтому их еще больше можно понять, требуя их независимости, потому что они абсолютно себя не ощущают испанцами. Дело в том, что, конечно, здесь очень долго можно говорить на эту тему и очень много можно иметь мнений. Все понятно. Может быть, они и не испанцы. Может, они вообще никакой связи с испанцами не имеют. Но, в принципе, в составе Испании сейчас с ним живется неплохо. То есть Испания на сегодняшний день страна достаточно благополучная. Все равно она отстает от уровня всей Европы. Всегда это было так. Всегда Испания являлась более отсталой страной в составе всей Европы. Но сейчас она подтянулась уровнем. И, в принципе, ничем она их не ущемляет. Ни каталонцев, ни восконцев. Ну, вот у них такие соображения. Обратите внимание вот на эти два черных здания. Это здание банка Лакайша. Лакайша – это, как я вам говорила, генеральный банк Каталонии. Именно Каталонии. И вот эти два здания отведены на офисы разной вот этой банковской сети, которые также и принадлежат частной дороге, по которой мы будем с вами проезжать в течение всей недели. Испания Барселона. Да, на сегодняшний день у Барселона команда очень сильно, буквально несколько лет назад галактиками, каких называли, считали команду Реал Мадрид. Реал Мадрид – это более испанская команда. Но за последние годы Барселона очень сильно изменила свой уровень, подтянулась и стала любимцем испанцем. Здесь очень часто все бывает заполнено журналистами, камерами и фотографами, которые пытаются выследить. Передаются просто немножечко также и характер испанский. Они очень любят поболтать, посплетничать. И все это пришло на телевидение. У них все программы сейчас заключаются в этом. На всех каналах с утра до вечера. В принципе, та же самая программа с разными ведущими и с разными во все нации, которые прошли через этот полуостров. Иберийский, как он называется по-русски. Иберийский полуостров Пенинсула. Иберика или Испаника также иногда. Империю. Мы выехали из Барселоны. Мы выехали из Барселоны. С Карфагенами проложаются. И когда уже окончательно побеждает земляне Карфагенскую небольшую империю, Сейчас надо на Испанию объединять. Все это расселённое на разные области. Под разными халифатами Испанию. Все это забросили. А потом уже снова занялись в своей типичной... Район Валенции въехали. ...культурой, своей взаимодействительной хозяйством. И на сегодняшний день, во-первых, для Валенции это символ. Валенцийские апельсины. Во-вторых, это прибыль, это помощь. И они хватаются за апельсины, как за последнюю надежду, Когда в очередной раз топит в горы при Гатуре. Вот, потом... А шестого класса, и это достаточно новая система. Наверное, ей лет 7-8, не больше. Раньше с первого по последний класс учились в обыкновенной школе. Сейчас не так. Уже 7-8 лет, как... Шестого класса они переходят в так называемый институт. Потом, когда уже есть желающие поступить в университет на высшее образование, Для них существует так называемый бачиерат. Что-то такое. Это уже более специализированное. Набирается определенный бал. И после этого у каждой карьеры, у каждой профессии есть свой бал вступление в столице. И т.к. В следующий момент... Независимости такого уж нет. Есть радикальные банды, небольшие, не очень сильные в политическом составе, которые никому не мешают. На самом деле Валенсия достаточно уютно живет в составе Испании, но они больше даже, по-моему, стремятся отдалиться от Каталунии, потому что Каталуния все настаивает на том, что Валенсия это Каталуния, Валенсия это Каталуния, чем от всей остальной Испании. А Валенсия Каталуния быть не желает. Но это уже второстепенная тема, потому что здесь это не так важно, это не такой важный вопрос, как в Каталунии, например. Вот с правой стороны, конечно, не такой важный вопрос, как Каталуния, у которого мы проезжали. У нас с правой стороны стадион Валенсийской команды. Вот он сейчас виден. И вот сейчас уже проезжаем над руслом. Обратите внимание, мы на мосту. Здесь раньше протекала рекатурья. И все это, видите, превратили в очень приятные парки, в аллеи. Есть также и футбольное поле для детишек, чтобы они тренировались, молодые команды. Но, конечно, это совсем уже европейский город. То есть то, что мы видели сегодня в Барселоне и Валенсии, абсолютно ни в чем не сравнить с тем, что мы выйдем с завтрашнего дня видеть с вами на йоге. То есть там полностью сохранился этот мусульманский дух. А здесь нет. Здесь буквально вот очень редкие такие мелькают некоторые элементы. Видите, о чем я вам рассказывала? Цветы и мост, украшенные цветами. И в основном все остальное это более европейский такой облик. А с завтрашнего дня уже мы погрузимся в настоящий испанский дух. Какая-то уже более отделяющаяся от всей остальной Испании часть. Это башня не кафедральная собора, это простая церковь. Иногда просто меня спрашивают, это кафедральная собора. Очень много церквей в Валенсии, очень много, потому что после того, как вышли отсюда мусульмане, это было как католическое чувство очищения. То есть как только они отвоевывали какой-то город у мусульманской империи, начинали строить невероятное количество церквей, чтобы тут же уже внедрить католический дух и тут же забыть про мусульманскую империю. Очиститься как-то от этой мусульманской власти, поэтому очень много есть церквей вообще во всей Испании. И несмотря на то, что на сегодняшний день не очень верующая страна. Что касается молодежи, например, уже молодое поколение не очень верующее. Да, более взрослое поколение еще верит, потому что все-таки воспитание было другое. И образование было другое. Раньше предмет религии, например, было обязательным предметом в школе. Сейчас это далеко не так. Сейчас в очень многих школах даже нигде варианта выбрать религию. На самом деле она не преподается нигде. Существуют частные монашеские школы. То есть не монашек учить, а просто вот это религиозные школы, где получают абсолютно нормальное обыкновенное образование, но принадлежит в церкви, это школа. Посмотрите, один из представителей ФАЭС, видите? Вот таких бывает невероятное количество. У нас сложности, видите, дорожного движения, потому что что-то закрыто, что-то не закрыто. Есть дорог... А в период праздников вы вообще не выезжаете? В период праздников невозможно сюда ни въехать, ни выехать. Невозможно. Вот опять мы едем вдоль бушевого русла, реки Турья. Это древнейшие сооружения. А ворота, которые вы видите на том берегу реки, с левой стороны, кстати говоря, напомните название. Я как понимаю, мы здесь спустимся, здесь и встретимся, потому что внутрь... Которые работали над этими воротами. 14 век, готика, фламандская. И это были входные ворота в крепость, которая когда-то являлась Валенсия. От них отходила крепостная стена, которая окружала всю Валенсию, которая раньше была гораздо меньше, чем сейчас. Ну и, естественно, пришлось ввести эти стены, чтобы они не мешали развитию и расширению города. И чтобы он превратился в то, что мы видим сейчас. Еще одна церковь, достаточно молодая, 18 век. Это видно по одной только лишь колокольне, уже можно разобраться в стиле. На самом деле, достаточно молодой стиль. 18 век, это уже период Ренессанс. Ренессанс, уже поздняя Барука, уже ближе к Ренессансу. Вот это все, что вы видите, такая масса людей, они могут здесь несколько ночей побыть и занять место для лучшего вида на фаяс, на кукол. У нас видели очень сейчас активное состояние у города. Итак, реставрированные, конечно же, ворота, реставрированные, потому что с 14 века такими сохраниться они и не могли. Мы сейчас с вами здесь спускаемся без пятна. Мы идем к реставрировному собору Валенсии. Субтитры предоставил ДемокNeон. Мнеb А вы хватите? Субтитры сделал DimaTorzok Площадь Богоматери Субтитры сделал DimaTorzok И завершилось строительство в 16 веке То есть 4 столетия периодически, не постоянно, но периодически он достраивался Почему так долго? Не потому что были какие-то проблемы А потому что каждый кардинал, который приходил к власти Уже была другая мода, архитектура, искусство Вот они решали как-то по-другому перестроить вот этот кафедральный собор Так вот мы сейчас находимся на просьбе одного из трех входов, которые существуют у этого кафедрального собора Называется вход апостолов, 13 апостолов Мы сейчас подойдем и увидим, что окружают дверь все апостолов 14 век 14 век Разгар готики, практически 13-14 век Это разгар готики И это явно видно Вот эти острые углы, которые возвышаются к небу Вот этот такой очень нежный, но очень бурный орнаментаж, который украшает фасад Это типичная готика Удивляет здесь что? Взгляните, поменялся на готическую розу Что мы там замечаем? Среди Довида, это еврейский символ на католическом кафедральном соборе В принципе, это удивительно и неудивительно Я еще раз повторяю, что до 15 века они жили в прекрасной гармонии 14 века, когда появился вот этот фасад И так как он посвящен апостолам Здесь проходил такой ритуал Сейчас он тоже проходит, но сейчас это просто как поддержка вот этой легенды А тогда это было очень серьезное мероприятие Каждый четверг, в полдень, в 12.00 Здесь собирался трибунал Вот этот трибунал 12 ущельцев, 12 апостолов Одетались в черный Очень серьезно, проходили сюда И к ним подходила вся масса людей, весь город И каждый со своими проблемами воды Начинал к ним обращаться У кого крайний работал, у кого слишком сильный напор И так далее Что такое за стрельба? Смотри, какая дверь Да, в мире потрясающе А то с нашим профилям Все, кто испанец, знают Это те, которые превратили технистерки И стали работать на катониках В основном в архитектуре и в строительстве Вот эти узоры, они более похожи В узеланской архитектуре, чем на конечке На соборах Бракосочетания, которые прошли уже здесь Потому что в Леню уже построился вот этот кафедральный собор Не весь, но чай И уже они смогли провести все эти бракосочетания И на воде И все эти лица, некоторые девушки, некоторые солдаты Конечно, не все 700 или даже 1400 Ча, которые мы видим наверху на этом здании Это типичный элемент готики Готического стиля Это гаргон, так называемый У них две функции Одна техническая, а другая символическая Техническая она для того Обратите внимание, у них у всех открытый тыс Чтобы не было наводнений, как-то идет дождь Чтобы потолкать Епископальный дворец Бракосочетания не выдержала Старый, потому что мы не хотели Просто построить новое здание До сих пор иметь не там Уху, а здесь уху Валют Бракосочетания не выдержала Вот если здесь возьмут Деревья какие красивые В центре просто удивительно, да? Звук Бракосочетания не выдержала Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пока что мы еще некоторое время будем находиться в области Валенсии, но проезжаем уже вдоль ее последней провинции, Аликанте. Еще, надеюсь, сопровождает все-таки богатая природа, очень впечатляющие скалы и также зелень. Здесь делится на статус богатых стран и бедных стран, и существует середина, после которой, если страна находится выше этого экватора, тогда страна выплачивает определенные налоги, чтобы содержать всех остальных стран, а если страна находится ниже этой середины, она получает эти налоги. Так вот, Испания до недавних пор, все-таки, несмотря на то, что в течение всех этих лет она, конечно же, поднималась постоянно, но еще да. Так вот, на севере обязательно там бывают миграты, здесь не всегда. И совсем не обязательно, и даже наоборот. Здесь практически все, кто не представители каких-либо профессий, которым всегда можно достать работу, люди без образования, они все работают вот на таких участках, потому что больше здесь делать им нечего. Имейте в виду, что в основном в Испании работу дает туризм, да, в основном побережья, гостиницы, рестораны. Ну, в агентстве уже не так легко, потому что в агентстве нужно образование, но вот в основном туризм. В агентстве в Субтитры делал DimaTorzok Представьте, Испания и Австрия объединяются в 16 веке, когда Испания находится уже во внешнем разгаре. Должна сказать, что когда пришли Исамели и Фернандо к общей власти, Испания пережила кризис, которая выглядит очень симпатично. Я как понимаю, здесь был дождь, потому что обычно так ярко-зелеными они не бывают. Они бывают достаточно засохшими, и это означает, что их либо поливали, либо скорее всего, скорее всего, был дождь. Но летом они выглядят намного грустнее, чем сейчас. Все-таки, как-никак, наступает постепенно. У нас еще очень медленно приходит весна, которая еще не дошла до нас. И как-то отражается на природе все-таки этот новый зеленый цвет, он признак весны также. Так вот продолжаем с нашими королями. Итак, Филипп умирает, а ее одну убирают от трона, то есть отстраняют от трона. Она сама отстранилась от трона, кстати говоря, вот когда умер ее муж, Фернандо Арагоновский, она отстранялась от трона и передала уже власть в руки своей дочери. Почему? Потому что была очень уставшая, все-таки прожила она достаточно бурное королевство. Она была очень уставшая, она предпочитала уже отдыхать и, естественно, как-то где-то отталкивать свою дочь и ориентировать ее в свое правительство. Но даже когда Карлос Первый уже пришел к трону, все равно бабушка была жива. И, естественно, первая покровительница его была бабушка, не сабель католическая, но недолго, потому что скоро она уже скончалась. Но они уже успели вместе подарить нам истории. Грозность этих гор все равно Испании придает какой-то уют своей погодой, своим характером, своей даже природой вот этой существовании. Сейчас будет смешно, прекрасно смешно. Маленькие вот такие поселочки, которые нас будут сопровождать в течение всей дороги. Очень обычная для Испании. В Испании очень мало городов. Посмотрите, Римский, Романский еще мост явный. Естественно, вот этот очень-очень современный. Буквально 10-15 лет назад вот этого городка, самого городка, не существовало. Это спальный район. Спальный район ближайших городов. Но на самом деле очень характерно для Испании вот такие маленькие поселки, потому что больших городов мало. То есть вот Севилья, очень большой город, Мадрид, Барселона, Валенсия. Сейчас это тот самый гранит, о котором я вам рассказывала. А скоро мы будем встречаться и с мрамором. И даже будем видеть раскопки, которые ведутся над этими горами, чтобы доставать оттуда строительный материал. Но все это гранит. И этим территориям повезло в том, что уже когда стали понимать власти, что творится, да, и как пользуются на самом деле строительным материалом в Испании, хотя это тоже надо, это Испании тоже надо, но как-никак нельзя все разрушать. Они просто заключили эти территории под защищенные зоны, защищенные парки, защищенные горы, на которых нельзя уже строить, и которыми нельзя пользоваться в целях прибыли. Поэтому вот эти, по идее, разрушать не будут. По идее, из них доставать никаких камней не будут. Но все вот это гранит. И в основном очень много испанских...